После девятиматчевой беспроигрышной серии Салют потерпел три поражения подряд. Два из них прямым конкурентом за победу в ПФЛ, Рязани и Липецкому Металлургу. Команда скатилась на третью строчку таблицы. Могла ли неудачная серия быть намеренной? Болельщикам отвечает гендиректор клуба Александр Кокарев. Прямой бытности такого не было и быть не может. Я вас уверяю всех официально. Это официальная игра. Это официальная игра, официальный статус города. Слухи о том, что Салют проигрывает не случайно, пошли на фоне отсутствия у команды заявки на участие в ФНЛ, следующего по силе дивизиона российского футбола. Александр Кокарев заявил, что на данный момент клуб попросту не готов к повышению в классе. И дело далеко не в игре футболистов. Салют не готов выступать в ФНЛ по инфраструктурному вопросу. Стадион требует перестройки. Раздевалки не соответствуют требуемой квадратуре. Должно быть более мощное освещение и современное информационное табло. Это только часть проблем. Но тем не менее у функционеров клуба есть уверенность, при поддержке региона Салют сможет соответствовать требованиям ФНЛ в кратчайшие сроки. Но чтобы говорить об этом прежде, нужно побеждать в чемпионате. Мы будем стараться набирать как можно больше количества очков. У нас есть 7 игр, но мы их должны обязательно выиграть. Получится ли у команды снова набрать победный ход, будет понятно уже завтра после выездной игры с новомосковским химиком-арсеналом. Илья Лядвинкаун, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.